АПЛОДИСМЕНТЫ А кто из вас знает, как рождаются сказки? Сама Алиса Гребенщикова это точно знает. В ее послуженном списке далеко не один детский спектакль. Она играет в благотворительной постановке «Стиховаренье», а в той же практике идет ее моноспектакль «Ежик и медвежонок». В новой работе «Слоне Хортоне» у актрисы тоже нет партнеров, только экран и нарисованные персонажи. Уседьтесь на это яйцо. Вот сюда. А слон засмеялся. Вы шотите, да? Спектакль поставлен по сказкам американского писателя доктора Сьюза. Ленивая птица оставляет свое гнездо с яйцом на попечении слона Хортона, а сама улетает на Таити. Слону ухаживание за будущим птенцом дается непросто, но он не отступает. Сидел на гнезде и еще посижу. Птенец не погибнет, я слово сдержу. В общем, сказка самым простым языком объясняет малышам, что значит честное слово. Для взрослых тоже есть своя мораль. Это очень хорошая родительская тема, что чем больше ты в ребенка вкладываешь, тем радостнее тебе с ним потом будет проводить всю свою жизнь. Даже когда тебе очень хочется поехать куда-то отдыхать, и ты устал на работе, но лучше провести время с детьми и быть с ними и в дождь, и в снег. И даже когда над тобой смеются твои друзья и говорят тебе, «Ха-ха, пойдем, что, оставь ребенка с няней, пойдем погуляем в бар», ты говоришь, «Нет, няня, в какой бар не пойду». Так что вместо бара отправляемся в театр. Ближайшие показы Слана Хортона со 2 по 7 августа.